Калининград. 1998 год. Сдается вечерний звонок. Мой старинный друг из Москвы говорит мне, слушай, а вот у вас в музее ничего не пропало? Я говорю, а к чему вообще такой вопрос? Вообще-то, наверное, нет. Вечернее время где-то пришло в пять вечера. Сижу в магазине. Это была, да, осень была. Заходят два человека, заносят мешок, потом у них несколько от противогазов сумок было. И тебе говорят, вы вещи старые берете, ну, берем. Ну, вот они показали, вот нас смотрели. Позвонил коллекционер из Москвы и сказал, что на одном из рынков в Москве он увидел археологические предметы с маркировкой, со странной маркировкой. Выслал фотографии по интернету, на которой белым цветом на бронзовых предметах была нанесена маркировка на немецком языке. Неожиданная находка заинтересовала археологов, искусствоведов, антикваров. Знаменитые форты Калининграда скрывают немало тайн. Недаром город в среде любителей старины и ученых археологов называют островом сокровищ. Во времена Третьего рейха со всех оккупированных территорий сюда текли потоки культурных ценностей. Восточная Пруссия стала огромным музейным складом фашистов. Но даже среди этого роскошества найденные предметы стали сенсацией у антикваров и ученых. Однако никто из специалистов пока не догадывался, что удалось напасть на след знаменитой коллекции Пруссия. И это спустя более полувека. Тогда, когда она казалась утрачена безвозвратно. Апрель 1945 года. Советские войска ведут наступление на Кёнигсберг. Прусскую крепость защищают несколько немецких дивизий. Город окружен тремя рубежами обороны, в которые входят знаменитые кёнигсбергские раввелины. Форты, построенные в 19 веке. Стены толщиной несколько метров. И в каждом гарнизон, оказывающий наступающим войскам ожесточенное сопротивление. В этот момент в королевском замке Кёнигсберга, где располагается штаб, по приказу гаулятера Пруссии Эриха Коха в обстановке строжайшей секретности пакуют деревянные ящики. Их опечатывают и спускают в подвалы замка. Часть куда-то увозят. О содержимом ящиков никто не догадывается. Во время войны у немцев имелось несколько баз по приему и распределению культурных ценностей. Самая мощная работала с весны 1944 года в столице Восточной Пруссии. Именно сюда потоком шли сокровища из царского села Павловска, Харькова, Минска, Вильнюса, Киева. И отсюда же эти ценности распределялись по различным объектам, в том числе и для вывоза в центральные районы Германии. В 1845 году коллекционер Эрнст Август Хаген создает в Кёнигсберге общество древностей Пруссия. Так начинает свою историю прусская археологическая коллекция. Именно тогда в Европе начинают понимать, прошлое можно сохранить только совместными усилиями ученых и искателей, пока все не уничтожили похитители. И вот просвещенные европейцы формируют модный тренд эпохи – собирать артефакты древности. Вся Европа расшифровывает иероглифы Египта и следит за извлечением из земли золота Троя. Вот и прусские собиратели древностей, объединив несколько частных коллекций, показывают свою выставку кронпринцу Фридриху, ведь прусская земля исторически многослойна со сложным переплетением культур и национальностей. Фридрих в восторге. Он передает обществу в доверенное управление, существовавшее с 1811 года Королевское собрание древностей. К 1924 году самую интересную часть коллекции можно было увидеть в Королевском замке Кёнигсберга. Шесть выставочных залов только на первом этаже. От эпохи камня до эпохи викингов. Около 400 тысяч экспонатов и предметов старины, собранных с немецкой педантичностью и классифицированных выдающимся ученым Отто Тышлером. Отто Тышлер. Год рождения 1843. Получил образование в Кёнигсбергском университете Альбертина. Изучал химию, математику, физику. Воевал во франко-немецкой войне 1870-71 годов. Награжден Железным крестом. Организовал раскопки в Восточной Пруссии. Первый директор вновь открытого Восточно-прусского провинциального музея. Член нескольких европейских научных обществ. Заложил основы для современного изучения археологии Балтики, Средней и Западной Европы. Один из основателей экспериментальной археологии. Скончался в 1891 году. Это была коллекция, которую в мире называли уникальной. Буквенная археологическая периодизация по Тышлеру до сих пор считается академической в Европе. Ее преподают во всех университетах. Но перед Второй мировой войной нацисты придают этой коллекции новый смысл. Они же не просто германские почвенники. Им необходимо доказательство древности и единства раздробленного германского этноса. От крусаков до австрияков Германия должна быть едина и непобедима. И к тому же объединена общим многовековым прошлым. Именно поэтому в 44-м, когда советские войска сражались на подступах к Кёнигсбергу, гитлеровцы решили любой ценой спасти национальную коллекцию. Отправкой сокровищ по приказу немецкого командования руководит Вольфганг Лобом. Вольфганг Лобом. Год рождения 1885-й. Получил образование в университете города Йена. Директор музея в Данциге. Преподаватель археологии. Автор многочисленных работ по древней истории. Профессор. Член нацистской партии. После войны по протекции коллеги Герберта Янкуна, историка и бывшего оберштурмбанфюрера СС, сотрудник археологического музея в Шлезвеге, ФРГ. Скончался в 1971 году. Он курировал археологическую коллекцию с 1938 года. Немцы торопятся. Но просия настолько огромна, что для ее эвакуации нужны месяцы. Немцы не успевают. Советские войска берут Кёнигсберг штурмом. Одна из самых масштабных и разрушительных операций Второй мировой войны превращает этот город в руины. Русские солдаты вступают на немецкую землю с одной мыслью – отомстить врагу. В тот момент было не до культурных ценностей. Лето 1945 года. На руинах Кёнигсберга работает специальная поисковая группа под руководством Александра Брюсова. Александр Брюсов. Год рождения – 1885-й. Родной брат поэта Валерия Брюсова. Окончил МГУ. Археолог, профессор, член КПСС. Награжден орденом Ленина. Полковник. Прикомандирован Министерством культуры СССР к 11-й гвардейской армии в марте 1945 года в качестве сотрудника исторического музея. Цель командировки – поиск в Кёнигсберге художественных и культурных ценностей. Скончался в 1966 году. Прежде всего ищут знаменитую янтарную комнату. Однако несколько месяцев упорной работы не приносят результатов. Бесценный памятник искусства царского села, казалось, исчез безвозвратно. Зато Брюсову удалось найти множество других артефактов. Он упаковывает их в 30 ящиков из-под боеприпасов и отправляет поездом в адрес Комитета по делам культурных учреждений при Совете министров РСФСР под охраной бойцов Кёнигсбергской комендатуры. Позже выяснится, что ящики в Москву так и не прибыли. КГБ перехватывает письмо бывшего куратора Пруссии Лабома. Он живет в Западной Германии и пишет знакомому польскому ученому. Экспонаты Пруссии в апреле 45-го были в целости и сохранности и находились в Кёнигсберге на момент прихода советских войск. В этом же письме он впервые упоминает название Кведнау и третий форт Кёнигсберга, где, по его словам, была спрятана часть сокровищ. Через год, в июне 1960-го, в Польшу пришло еще одно письмо из Западной Германии. От Герхарда Книссе, который до 1944 года занимался охраной прусских ценностей. Тот, ссылаясь на инициативного и объективного сотрудника Вильчика, которого знает 30 лет, подтверждает, сокровища Пруссии надо искать именно в третьем форте. Снова Кведнау. Это было лишь одно из свидетельств того, что немцы не успели вывезти Пруссию из Кёнигсберга. Более того, через польских товарищей удалось узнать, что коллекцию Пруссии перед эвакуацией разделили на три части. Одну переправили в Карлсхофф, около Растенборга. Другую, учебную часть, в двух железнодорожных вагонах в немецкий город Демин в Померанию. Но вот одна часть, самая ценная, серебряные и золотые артефакты, по свидетельствам немцев, осталась на территории Калининградской области. Советское правительство создает комиссию по поиску утраченных культурных ценностей. К тому моменту количество свидетельств о спрятанных при отступлении гитлеровцами сокровищах набирается не один десяток. Их проверяет рабочая группа комиссии – Калининградская геолого-археологическая экспедиция. Никакого отношения к геологии она, конечно же, не имеет. Ее секретная миссия – поиск сокровищ. Так появляется дело номер 13, посвященное поискам ценностей Кёнигсберга. Вот выдержки из когда-то совершенно секретного дела. Сколько прошли по туннелю, определить не могу. Туннель окончился закрытыми дверями. Двери мы сломали. Там оказалась комната размером примерно 3 на 5 метров, заставлена ящиками. Метели – это ящики, что были потеряны на пути в Москву после экспедиции Брюсова. 30 пропавших ящиков из Кёнигсберга. Консультантом секретной экспедиции в то время был Авенир Овсянов. Авенир Овсянов. Год рождения – 1936-й. Окончил Калининградское военно-инженерное училище. Участвовал в сносе Королевского замка в 1957 году. Специалист по фортификационным сооружениям. Прикомандирован к секретной геолога археологической экспедиции, созданной КГБ в 70-е. Проработал в экспедиции 13 лет. Руководил поисковой группой при Калининградском областном фонде культуры в 1988 году. Возглавляет отдел поиска научно-производственного центра по охране памятников истории и культуры Калининградской области. Автор нескольких книг о судьбе культурных и художественных ценностей. Он вспоминает. В те годы все форты были в руках военных и практически недоступны для гражданских. Но в третий форт членам экспедиции пробиться все же удалось. Через военные органы мы добились до пуска в форт, поскольку здесь был склад боеприпасов, и посетили его. Но условие было одно. Не проникать в казематы, поскольку там были склады боеприпасов. Только пройти по центральным паттерам, внутреннему дворику, подняться на боевой вал, посмотреть огневые позиции. И на этом наша экскурсия заканчивалась. Калининградская область полвека назад, форпост Советского Союза. Воинские части, Балтийский флот, оборонные заводы и особый режим секретности, которая приобрела здесь совсем уж гипертрофированные формы. Запрещалась кинофотосъемка местности без разрешения МВД, из-за чего мы почти не имеем фотографии этого времени. И, во-вторых, запрещалось возведение голубей, почтовых голубей, для того, чтобы не было возможности сообщаться с вероятным противником. В Калининграде работали 28 штатных цензоров. А история области, которую преподавали в школах, начинала свой отчет с 1945 года. Тот музей, который был создан сразу после войны, он был посвящен только одному событию – истории Великой Отечественной войны. К 1969 году советская власть окончательно разрушила Кёнигсбергский королевский замок. Замок взрывали несколько лет, поэтапно, и в конце концов сравняли с землей. А через два года, в 1971-м, решили поставить крест и надели номер 13. Все равно осмотр подвалов форта по дороге на форт Кведнау результатов не принес. Установлено, что никаких ценностей, захороненных в помещении форта, нет. Форт в 1945 году не был занят воинскими частями, и была возможность проникнуть в помещение форта любому. Можно предположить, что, если именно здесь были спрятаны ценности, то в течение 1945 года они были расхищены. Здесь было так, все кругом фашистское, все кругом чужое. Поэтому случаи, когда люди расскажут, что-то, в принципе, картины свиньям скармливали, в принципе, пергаментами орденского периода печки топили, мебель, красное дерево в печке кидали, это влюху. Собирали все ценное для того, чтобы можно было, опять же, вдруг пригодиться. Посуду, скульптуру, мебель. И это потом оказывалось в разных частях нашей великой родины. Некоторые экспонаты находили случайно, но обычно до музеев ценные находки не доходили. Из серебряных монет делали блесны для рыбалки местные ребятишки или брали на память солдаты. Понимаешь, там очень много загадок. И я не верю, что об этом никто не знал. Это видно. Понимаешь, ну кто, не немецкие солдаты блесны делали? Это уж советские. И везде разбросанные вещи. И бронзовые топоры, и копья, и монеты, и серебряные гривны шейные. Там много чего было. Там и золото, фольга там находили, там и прочее. Что находили? Ну, по слухам, находили это обручальные кольца, коронки, и вот золото искали в основном. В 1981 году на третьем форте снимали художественный фильм «Приказ перейти границу». Форт играл роль оборонительного бастиона японской армии. Стены расписали иероглифами, рвы зачистили от ненужного мусора и вывезли на свалку. О Прусии к тому моменту никто уже не вспоминал. Археологи до сих пор не могут в это поверить. Среди ученых, археологов, считалось, что она действительно исчезла. Об этом писали практически все, с большим сожалению. По поводу того, что в горниле Второй мировой войны исчезла коллекция, музей просит. И, в общем-то, все свыкли с этой мыслью, что ну пропала, все, ну умерла, так умерла. Все, ее нет. И вдруг для Скворцова, как гром среди ясного неба, звонок от приятеля в 98-м году. Артефакты со знаменитой маркировкой Тышлера гуляют по стране. В Петербурге кто-то продал старинную книгу. В Москве коллекционеры реставрируют некие кёнигсбергские покупки. Неужели это вещи из исчезнувшей Пруссии? В те времена калининградские коллекционеры собирались в парке возле Дома культуры рыбаков. Купить здесь можно было все. От немецких касок и пустых пивных бутылок времен Третьего Рейха до предметов, представляющих историческую ценность. Сюда, на этот рынок, и приезжает Скворцов. От торговцев он узнает. Каждую субботу некие люди приносят к ДК рыбаков сумки, в которых древнегреческие, римские и времен немецкого ордена монеты, оружие тех же периодов, медали и другие древности. Неужели коллекция в Калининграде? Но как найти коллекцию? Как вычислить человека, который поставляет в Москву и Питер найденные артефакты? Константин Скворцов через свои связи в кругах калининградских антикваров узнает, что в последние месяцы все находки из Калининграда в Москву возит один и тот же человек. Но московский коллекционер наотрез отказывается называть его имя. Это был тупик, на самом деле. Если бы не одно было. Скворцов вспоминает, что в разговоре мельком упоминается один очень приметный на рынке артефакт, принадлежащий одному известному калининградскому коллекционеру. Археолог решает позвонить этому человеку. И, рассказав вымышленную историю о богатом клиенте, узнает, что у того действительно появилось нечто стоящее. Я говорю, а слушай, а что-то посерьезнее есть? Так вот, мне интересно, что из старых собраний там. И он приносит мне огромную коробку, которые бронзовые, серебряные предметы. С номерами. Внутри, конечно, внутри буря эмоций, потому что я вижу предметы, которые, как казалось, вообще не существуют. В природе их нет. За каждым из которых стоит имя, за которым стоят названия населенных пунктов. Сезонная напряженная работа. Многочисленные статьи, огромные фолианты книги, понимаешь, открытия. Я все это вижу, и внутри все закипает. Константин Скворцов берет паузу. Якобы для того, чтобы посоветоваться с клиентом. О том, что стало ему известно, никому не говорит. В те времена Калининградская область – клондайк для черных копателей. Раскопки и контрабандный вывоз артефактов за границу давно уже превратились в прибыльный бизнес. Бизнес, который контролировался криминальными авторитетами. Любое неосторожное слово могло обернуться бедой. Никакая милиция не поможет. Они значились посредников сами по себе. Но я представляю, что этот рынок, все равно, они ими как-то мониторятся. Грубо говоря, там какая-то информация прошла, что вот экскаваторщик на стройке там выкопал горшок какой-то. Все уже об этом знают. То есть Сороку на хвосте всем все разнесло. Константин Скворцов узнает, что антиквара Максима Пестрикова, в магазин которого принесли первые экспонаты Пруссии, избили неизвестное. Неужели кто-то идет по следу коллекции? Теперь Константин понимает – надо быть очень аккуратным. Так он говорит, ну хорошо, я переговорю с своим клиентом, мы будем иметь вас в виду. А сам подумал, что надо поговорить с коллегами, потому что это ситуация фантастическая на самом деле. Но место, где черные копатели добывают, предположительно, сокровища Пруссии, все еще неизвестно. Скворцов решил поделиться тайной со своим наставником, довольно известным и авторитетным ученым. Но ученый отказывается помогать в опасном расследовании. Ученый с европейским именем, доктор наук, отвечает мне, а давайте не будем этим заниматься, вы мне этого не говорили, давайте об этом забудем. Я говорю, как же так? Я там видел вещи с шифрами, нанесенными, возможно, нашими предшественниками, там вот это и шлером, еще где-то. Однозначно нет. Значит, о том, что коллекция найдена, уже известно и влиятельным криминальным кругам. Но Скворцов не отступается. Чтобы заинтересовать местного коллекционера и выведать у него точное место работы черных копателей в Калининграде, Скворцов идет ва-банк. Он заявляет, что взял у друга крупную сумму денег, по тем временам равную стоимости автомобиля и хочет выкупить часть найденного. В конце концов, Скворцов выходит на следующее звено в цепи перепродажи. В результате мы узнали информацию, за которую можно было зацепиться, прозвучало наконец-то в одном из фортов города Калининграда, что все эти вещи находятся, где он не знает, но на одном из фортов города Калининграда. Константин Скворцов понимает, они ищут сокровища сейчас или уже не найдут их никогда. И так же думали его коллеги из Калининградского музея Анатолий Валуев и Евгений Калашников. Археологи делятся информацией с Авениром Овсяновым. Консультант секретной экспедиции почти пять десятилетий назад, Овсянов теперь уже начальник отдела по охране памятников Калининградской области. И он снова выходит на поиск тех самых ускользнувших сокровищ. Он понимает, что загадка всей его жизни близка к разрешению. Вместе с помощниками Овсянов отправляется на третий форт. Коммерсанты, организовавшие автосервис в форте, всячески препятствуют работе археологов. В результате Овсянов не находит в форте ничего примечательного. Добытые железки похожи на крепления для водопроводных труб. Несмотря на всем известную неудачу Овсянова и враждебность коммерсантов, Скворцов с группой археологов буквально на следующий день возвращается на форт. И вот уже через несколько часов внимание одного из археологов привлекают покрытые пылью металлические предметы. Результат был нулевой. И вдруг на самом верху, переспуском, там где-то на какой-то этаж, даже не знаю, третий или второй, я нахожу два стремени, связанные с медной проволокой. Стремена археологизированы, а видно, что они стремена, относящиеся так ко времени, не позднее, чем 11-12 век. Понятно, что мы на верном пути. Но, возможно, это случайная находка. Необходимо подтверждение того, что клад именно здесь. Археологи снова обыскивают вокруг найденных артефактов буквально каждый сантиметр. Но больше так ничего и не находят. Они уже на пороге отчаяния, когда их коллега Евгений Калашников обнаруживает следы работы черных копателей. С фонариками шли, наткнулся на батарейки, использованные батарейки, и от фонарей, и от металлоискателей. И это стало подозрительно. Внимательно там посмотрел, там уже отвалы, кто-то копался. На отвалах я нашел удила, пряжки и нашел фигуру. Это вот первое, то, что мы увидели, естественно, поняли, что это именно здесь, что именно здесь проводились раскопки, в этой темноте, в тайне от всех, никому никто не сообщал. И с этого момента место мы определили. Это была как находка Атлантиды. Реально. Описать словами это нельзя. Оказалось, что это путь, ну, путь на всю жизнь, понимаешь. Путь до открытия двери вот с ярким светом. Радость была просто неимоверная. Какой-то такой душевный подъем, и, наверное, даже там и руки задрожали, и сердце выпрыгнуло из груди. Это вот именно вот такие эмоции, они перехлёстывали. Потому что сразу было понятно, что это именно те вещи, что это то место. Археологи понимают, время работает против них. Необходимы срочные работы в форте, пока сокровища еще не растащили. Здесь не было другого выхода. Здесь просто мы опасались того, что те, кто что-то не докопал, они придут, докопают. И тем более, когда мы уже обратили на это внимание, значит, обратят еще и другие, те, которые не знали, придут, так сказать, джентльмены удачи. Раскопки начались в ноябре. Археологи вручную просеивали сквозь сито мусор в казематах и пальцами прощупывали все швы между кирпичами на полу. Военные, которые были здесь многие годы хозяевами, засыпали щели в полах мусором, как оказалось перемешанным с предметами из Пруссии. В одной из таких выбоин археологи нашли 300 артефактов из коллекции. Фибулы, монеты, гривны. Вот все вручную, вот с овочками, с овочками. Вот сзади вот виден отвал грунта, мы его перебрали. Все вручную, все прощупывали. Стоя на сквозняке в каземате и перебирая с замерзшими руками древние монеты, ученые начинают вспоминать. Ведь были же после войны свидетельства того, что коллекция музея Пруссия погибла не вся, и часть ее уцелела. И спасти ее могли бы намного раньше. И тут начинает наконец до нас доходить эта история с перепиской Лобома, тем паче, что о ней писал и Лобовсянов задолго до этого, но это ни к чему не привело, за десятилетия. Это все должно было найдено быть десятки лет назад, без нашего участия. Спустя десятилетия после участия в секретной советской экспедиции, которая не нашла здесь никаких сокровищ, а Венеровсянов понимает, как близок он был тогда к открытию, и как сокровища лежали буквально на самом видном месте, буквально под ногами искателей. Вот места, где был складирован музей Пруссия. Этим песком были присыпаны экспонаты, ящики с экспонатами. Причем это было не какое-то захоронение, это было просто укрытие от бомбежки. Поэтому их поставили на видном месте, присыпали песком. Работы на третьем форте продолжались пять лет. За это время археологи вручную просеяли около 15 тонн земли, мусора и битого кирпича. Результат – более 30 тысяч найденных бесценных артефактов, по которым можно изучать древнюю историю этих земель. Мы находили браслеты, разрубленные зубилом. Мы находили фрагменты бронзовой скульптур, разрезанные автогеном. То есть это могли быть в том числе и памятники Канту, или ищены какие-то скульптуры, в том числе даже из Екатерининского дворца, которых мы знаем там также хранились, которые просто могли пойти на металлогу. Никто не видит за этими предметами того, что видят многие специалисты, или некоторые специалисты. Жизни десятки, десятки жизней археологов и прочих людей, которые обеспечили находку этих предметов тогда. Это та жизнь, понимаешь, та жизнь. Жизнь размеренного 19 века, со своим событийным рядом, со своим кладом. Это жизнь, понимаешь. Все эти вещи – это отражение этой жизни, отражение той науки, понимаешь, чаяния тех людей. Это часть жизни, это то, что остается абсолютно реальным в этом мире, и то, что мы можем осязать. Вскоре о находке калининградских археологов стало известно прессе в России, а потом и в Германии. Тогда же постепенно прояснилась судьба остальной части коллекции, вывезенной гитлеровцами из Кёнигсберга до наступления советских войск. Часть Пруссии, которую отправляли в двух железнодорожных вагонах в Померанию. Груз одного вагона осел на чердаке здания одного из немецких имений, а вторую часть спрятали в пустующей парикмахерской. Позже они оказались в запасниках Института истории Немецкой академии наук в Берлине и значились там как артефакты неизвестного происхождения. Вплоть до 90-х годов. Немецкие ученые провели экспертизу и определили, что это и есть часть великой коллекции Пруссия. Тогда же калининградским археологам стало известно о том, что в Германии сохранился бесценный архив коллекции. Он жив. Об этом мы тоже не знали. Для нас это как птица Феникс. Весь архив жив. С записками 19 века, с чертежами 19 века, с фотоматериалами. Сейчас работают с ним десятки-десятки исследователей. То есть мы не исключение. Другая часть коллекции, оказавшаяся в Польше, почти тысячи предметов из керамики, украшения и предметы быта, были спрятаны в подвале кирхи в Карлсхофе. В 1959 году на ее след вывел все тот же Вольфганг Лобом, написавший об этом в письме польским ученым. Позже все артефакты стали частью коллекции Польского исторического музея. Какая-то часть Пруссии была найдена черными копателями в 90-х годах и нелегально вывезена на Запад. Теперь за эту часть коллекции надо еще побороться. Мы писали от музея и нашего министерства, вернее тогда Управления культуры Германию, письмо с просьбой решить вопрос по обеспечению сохранности и решить вопрос возвращения этих находок нелегально вывезенных из Калининграда сюда к нам. Но до сих пор этот вопрос не решен. Один труд – найти коллекцию. И не менее тяжкий труд – восстановить экспонаты. Эти листы специально пропитывали, укрепляли, чтобы можно было даже до них дотрагиваться. А те, которые были слипшись, склеены, их разъединяли, опять же пропитывали. И уже потом они были проложены специальными листами тончайшей бумаги, проклеены и сшиты вот в такие папки, с которыми можно работать. Параллельно проводились исследования этих документов с помощью рентгена, ультрафиолета, вплоть до того, что даже вот те надписи, которые были утрачены в ходе нахождения этих листов долгое время в агрессивной среде, эти надписи даже в лучах ультрафиолета, вот они читались. Ученые до сих пор изучают обнаруженные на третьем форте артефакты. Каждая находка – как страница новой, неизведанной книги о жизни древних прусских племен. Любые предметы археологии, истории различных периодов, они показывают взаимосвязь с соседними территориями, с соседними землями. Шел торговый обмен между различными частями Европы, через территорию России, естественно, не минуя Пруссию. И эти предметы также являются свидетельствами вот этих обменов культурных, торговых, взаимовлияния культур. Главное, что один раз, исчезнув из бытия, они снова возродились, и теперь ими смогут пользоваться еще по крайней мере сколько-то поколений историков, археологов. И это, в общем-то, принципиально самое главное во всей этой истории. Константин Скворцов буднично описывает историю, которая привела его к находке коллекции. Он шел по ее следу так упорно, что теперь эти древние железки, очищенные от пыли, получаются дело его жизни. Они пролежали под сапогами солдат 45-го, ускользнули от поисковых экспедиций советского времени, избежали похищения черными копателями в 90-е. Кто-то скажет «железки», но для ученых это настоящее сокровище. Ведь именно эти древние предметы и есть та связующая нить, что соединяет дни и века народов, живших и живущих на земле у моря. Холодного, балтийского. Коллекция Пруссии – предметы быта древних племен. Коллекция потерялась в Кёнигсберге Восточной Пруссии, а нашлась и получила новую жизнь в Калининградской области, самом западном регионе России. Народы исчезают, и границы изменяются. Но остаются лишь предметы и страсть человека к познанию и поиску истины. Меняется отношение к миру. Мир становится слишком материален и слишком глубоко завязан на финансовых составляющих. А это все храм, как сказали раньше, говорили про музеи. Что есть в музее? Это храм науки. Это наше прошлое. Это наша тысячелетняя история, в которой каждый из нас – маленький-маленький кубик. КОНЕЦ